добрый день мои дорогие подписчики и гости канал с вами таша муляр и вы на моем канале жизнь без дублей сегодняшнее видео я записала по вашим многочисленным просьбам вы знаете что на моем канале очень много выпусков про уход за тонкими волосами обладательность которой я собственно и являюсь многие из вас именно поэтому подписались на мой канал и также у меня темы для женщин 45 плюс это и кулинария и уход за собой и организация женского бизнеса много-много разных других тем в том числе связанных со здоровьем и в своем недавнем видео про прически кто не видел вот тут будет ссылочка я упомянула что нахожусь на гормонозаместительной терапии в связи с климаксом и прямо несколько человек в комментариях мне написали попросили поделиться своим опытом как я себя чувствую на этой терапии поэтому я решила снять такое видео и сразу в самом начале предвкушая ваши комментарии хочу оговориться я не врач ни в коей мере я никому ничего не рекомендую я не рекомендую никакие препараты в этом видео я просто рассказываю про препараты которые пью я рассказываю свои ощущения как я себя на них чувствую и ну просто делюсь этим с вами поэтому ваше личное решение исключительно принимать или не принимать для себя эту информацию делать как я или не делать то есть я вас ни к чему не призываю я рассказываю как обстоят дела с этим у меня и так мне 48 лет и я уже два года нахожусь в пред климаксе и принимаю гормонозаместительную терапию такая небольшая предыстория я лояльно отношусь гормональным препаратом и с целью контрацепции принимаю их всю жизнь где-то наверное лет с 18 ну вот по сути два раза не принимал у меня два ребенка я сознательных не принимал у меня два ребенка при этом у меня практически нет никаких женских заболеваний я не оперировалась по-женски и со мной все в порядке то есть с точки зрения мифов про то что гормонная терапия и гормонные контрации гормональная контрацепция это зло вот я с этим не согласна опять же это мое мнение я знаю сейчас мне в комментариях там кучу всего напишут но это мое мнение это моя жизнь и мои врачи которые вели меня вот по жизни тоже имеет положительную динамику использование гормональной контрацепции и отмечают что женщины которые на гормональной контрацепции длительное время как раз вот они склонны болеть разными заболеваниями и как я слышала мнение опять же своих врачей которым я доверяю которые ведут меня всю жизнь по их опыту именно вот эти вот гормональные скачки которые происходят у женщины во время месячных вот там то выше то ниже то выше то ниже да а в отличие от наших предшественниц я имею ввиду предыдущих поколений да когда практически не предохранялись и рожали всех кем беременели да то есть соответственно количество циклов министруальных у женщины сокращалась в жизни за счет чего за счет большого количества беременностей и не было такого что как у нас там каждый месяц каждый месяц месячные до каждый месяц какая-то гормональный фон и из-за этого весь организм как бы изнашивается то есть по природе это вообще не нормально по природе женщина должна находиться в хроническом практически состоянии беременности что и делали наши там прабабушки прапрабабушки вот например у моей прабабушки было 14 детей там у моей бабушки было там четверо-пятеро детей а сейчас есть много многодетных семей да как правило связано это с религией где запрещена контрацепция и там женщины опять же как правило гораздо более здоровые потому что у них нет вот этого гормонального скачка и когда мы принимаем гормональный контрацептивы мы свой гормональный фон как бы выравниваем да и я например даже принимал с течением жизни таких гормональный контрацептив вот после второго ребенка мне давали такой контрацептив что у меня четыре года на нем не было вообще месячных у меня как бы организм отдыхал он все время находился в таком состоянии как будто я чуть-чуть беременная во-первых даже с точки зрения внешнего вида очень улучшалась там кожа не было там никаких прыщиков ты ну вообще как организм таком кому-то молодом состоянии пребывал ну в хорошем очень состоянии там не так солились волосы были крепкие ногти ну то есть вот опять же я рассказываю просто вот как я жила и на мой взгляд у меня наступил климакс достаточно рано это мое мнение и когда в 45 лет у меня начались сбои в месячных перерывы какие-то до задержки сначала небольшие потом там раз в месяц пропустились месячные я сначала там переживала что я забеременела поскольку на тот момент я уже не пила гормональную терапию наверное чуть больше года ну опять же мне просто не было такой необходимости по жизни и поэтому я не принимала эти препараты вот и я сначала испугалась думала что я вот беременная один раз второй раз третий раз а потом пошла к врачу сдала анализы и выяснилось что у меня пред климакс и для меня это честно говоря было как вообще обухом по голове такой удар я вообще никак не предполагала я думала что раньше 50 лет это как-то не случается потом я уже стала анализировать задним числом а у меня уже были оказывается симптомы то есть у меня вот здесь вот потела грудь во сне хотя я вообще обычно не потею и у меня нет какой-то из быточного от отделения на бросила холодно а тут я просыпался у меня вот здесь вот было иногда влажно как мне потом сказали это как раз один из первых в том числе предвестников потом меня колбасила нервические периодически какие-то да потом у меня начинались вот это что называется при приливы а я это для себя связывала ну как-то жарко сталки мне вообще прилива там 45 46 лет какие приливы вообще за бред у меня там месячные регулярные вообще о чем это называется все как бы предвестники они начинаются мы на них зачастую не обращаем внимание и соответственно я сдала анализы вот тут я вам пишу какие анализы необходимо сдать пошла гинекологу дальше гинеколог направил меня к эндокринологу направил меня на узи и узи груди узи органов малого таза я прошла все эти обследования сдала также анализ на стертываем из крови на витамин d у меня кстати на канале есть еще одно видео про климат где сам вместе с врачом разговариваю она год назад выходила я на всякий случай дам ссылочку вот можете его посмотреть там про анализы врач так поподробнее рассказывает я не врач еще раз оговорюсь и после этого мне прописали препарат препарат это называется фимастон 2 друг 10 я его пью уже два года пью я его циклами 28 дней ты его пьешь потом у тебя наступают месячные но перерыва в препарате я не делаю я перехожу сразу на вторую упаковку то есть я пью беспрерывно каждый день по одной таблетке этот препарат у меня на нем есть месячные у некоторых говорят что они на нем уходят также можно попросить у врача там по показаниям подобрать препарат на котором у вас не будет месячных если они вас как-то там тревожит их раздражают вот и при этом у меня практически ушли все вот эти климактерические симптомы то есть у меня нету вот этой слабости усталости повышенной возбудимости у меня нет приливов я хорошо сплю ну и вообще я себя отлично чувствую ну как будто у меня нету климакса поэтому я считаю что эти препараты пить хорошо вот единственное нужно раз в год сдавать контроль на вот эти же анализы и идти к своему врачу ну сдавать еще там кровь на густоту крови и ну контролировать ситуацию конечно раз в полгода делать узи груди узи органов малого таза ну контролировать ситуацию потому что всех организм разные и мало ли там как он себя поведет то есть контролировать здоровье конечно нужно еще очень важно опять же с возрастом и на гормональных препаратах нужно обязательно пить кальций такой кальций я пью это кальций компании сибири and wellness поскольку я люблю ну как бы не только эти а другие бады тоже от этой компании пользуюсь косметикой то я даже зарегистрировался у них через какое-то время на сайте как консультант вот поэтому я сейчас вам объясню почему именно это кальций я пью и почему он мне нравится и ну можно сказать одной стороны я рекламирую но я это рекламирую исключительно по собственной инициативе потому что мне нравится этот бат вот этот кальций вот поэтому я в описании к видео дам ссылку это моя реферальная ссылка если вы захотите заинтересуетесь этим кальцием и там есть и другие препараты я планирую о них рассказывать на своем канале потому что я считаю эти добавки действительно хорошими сейчас море море всяких бадов очень много синтетических бадов это стоит все недешево и найти именно вот то что действительно тебе будет помогать и будет полезно очень важно вот я долго честно говоря подбирала кальций мне обычно не нравится его рассасывать в аптеках основном продаются такие формы которые рассасываются стоит уже каких-то страшных денег на сколько раз покупала я не могу это рассасывать не то мне не нравится или больше пучая форма меня тоже очень не нравится мне неудобно это разводить мне не нравится вкус вот здесь же видите вот таких пять капсул это на один раз вместе с едой один раз в день нужно их выпивать как бы на финише еды вот так вот и здесь очень хороший состав 10 натуральные компоненты здесь содержится и витамин d и магний с которым вместе вот в этом комплексе усваивается кальций и также витамин е находится тоже в натуральном виде натуральной форме то здесь одни травы подобраны и натуральные минеральные вещества вот этим не это очень понравилось стоит он не дешево сразу скажу 2400 рублей по моему ну как бы он одинаково для всех только стоит единственный когда вы регистрируете там на сайте и по моей реферальной ссылке и покупаете там на определенную сумму там есть все условия на сайте то вам назад как бы кэшбэком возвращаются 25 процентов а там сильно очень хорош товар и сейчас купился сыворотку для лица купил себе крем дневной для лица и купила совершенно потрясающий комплекс ему ему на такой вот у меня кстати лежит то у меня сын его младше сейчас пьет это ему на бокс здесь эхинации разные травы растительные антисептики природные адаптогены которые вот простуды но это так по ходу вот реально мне сейчас ребенок сына заболел и практически за два-три дня стал на ноги вот на этом препарате также можно но это не препараты это трава вот в общем очень может быть много я так отступила но на мой взгляд кальций это действительно очень важно именно поэтому я вам про него столько и рассказываю вот еще раз уточню что если по реферальной ссылке будете там регистрироваться там нужно ввести свои данные вам придет код подтверждения будет личный кабинет это очень удобно потому что будут накапливаться бонусные баллы и вы увидите какое количество там всего есть если нужно я вас подробнее по этому вопросу с удовольствием проконсультируем вот в общем вот таким образом я живу на гормонозаместительной терапии и со временем вот этот препарат который мне выписали его выписали на 5-10 лет в зависимости датного состояния если мне подходит а я по своим ощущениям считаю что он мне подходит при желании в течение этой терапии можно менять препарат я сейчас могу перейти на аналогичный какой-то другой препарат вот и далее ну как бы я планирую продолжать уже гормонозаместительную терапию там зависимости с возрастом потом назначают адаптирует ее ну в общем я считаю что за своим здоровьем конечно нужно следить пользоваться достижениями современной медицины с умом обязательно нужно потому что это облегчает нашу жизнь улучшает наше здоровье и поскольку мы живем в такой экологической среде и генетически тоже не улучшаемся поэтому ну мне кажется что нельзя все это сбрасывать со счетов я от во всяком случае этим пользуюсь вот ну а вы своих комментариях поделитесь вашим опытом я думаю что будет и положительная история будут какие-то совершенно жуткие истории вот но соответственно все остальные читайте комментарии к этому выпуску делитесь своим мнением ну и я всем желаю найти вот как бы лучшее для себя то есть наша задача да это изучить все возможные варианты и вычлени для себя какое-то зерно найти лучшее для себя ну и конечно будьте счастливы и здоровы не забудьте поделиться этим видео со своими подругами я думаю что им будет тоже полезна эта информация может быть они узнают для себя также что-то новое и до новых встреч на моем канале жду лайки дизлайки ну и подписки пока пока до новых встреч ваша таша пуля